С желанием жить в чистом городе на генеральную уборку в прошлую субботу вышли славянцы. В их числе государственные и муниципальные служащие, школьники и студенты, работники учреждений социальной сферы и предприятий, жители города. Традиционный весенний Всекубанский субботник состоялся в рамках объявленного в крае двухмесячника по благоустройству и наведению санитарного порядка. По всему городу Всекубанский субботник встречали с граблями и кисточками в руках. Порядок наводили везде – в парках, на улицах, скверах, во дворах, многоквартирных домов и в частном секторе. На призыв сделать город чище и опрятнее откликнулись тысячи славянцев. Итогом общегородского субботника стали километры очищенных улиц с территории площадей, парков и скверов. По-праздничному выглядят центральные улицы города. Покрасили и отремонтировали стойки дорожных знаков, побелили деревья и опоры линий электропередач. В общей сложности прополото и обработано тысячи квадратных метров городских клумб. Активно подключились к работам по благоустройству руководителей предприятий. На генеральную уборку вышли сотрудники УТТ, автовокзала, Кубань-водоканала, швейной фабрики, НГТ «Энергия» и других. Не осталось в стороне сферы образования. Коллективы городских детских садов и школ убирали внутреннюю и прилегающую территории. Высаживали цветы, занимались обработкой клумб, побелкой деревьев. Сегодня в рамках Всекубанского субботника весь наш дружный коллектив вышел на это замечательное мероприятие. Благоустройством нашего детского сада мы занимаемся регулярно, потому что детский сад наш – это частичка нашего маленького города Славянска-на-Кубани. И мы хотим, чтобы наш детский сад и наш город Славянск-на-Кубани становился все краше, уютнее. Поэтому мы вышли сегодня всем нашим коллективам на это замечательное мероприятие. После такой генеральной уборки Славянск-на-Кубани заметно преобразился. И не только город. В поселениях также наводили порядок. Так работники ФАПа, посёлка Вишнёвого, прибрежного сельского поселения наводили порядок на прилегающей территории. Не остались в стороне и общие образовательные учреждения. В школе номер 17 с самого утра кипела работа. Школьники с 5 по 11 классы вместе с преподавателями наводили порядок на своей территории. Субботник ведь преследует несколько целей. Это и трудовое воспитание, а также сплочение ученического коллектива. Ведь они вышли вместе, вне школы, вне занятий. Это тоже очень хорошо. Во время уборки юные славянцы вместе с педагогами повелили деревья и обновили клумбы с цветами. Ребята с удовольствием справлялись с любым заданием. Как оказалось, они считают субботник важной и неотъемлемой частью жизни города. Субботники такие, чтобы было в школе приятно учиться. Мы чаще видимся с друзьями, одноклассниками. Мы общаемся, нам весело все вместе. Мы узнаем что-то новое друг от друга. Сегодня мы пришли в нашу школу, чтобы посадить цветы, побелить бордюрчики. Мы очень любим нашу школу и мы хотим, чтобы она процветала. Поэтому мы сегодня здесь собрались, чтобы сделать ее лучше. Я пришла на этот субботник, потому что это все кубанские субботники. Я захотела школу украсить. Все мы называем Славянск-на-Кубани своим родным домом. И наводить порядок там, где живешь, не одолжение, а удовольствие. Дело за малым. Уважая труд земляков, ежедневно поддерживать порядок. Ведь это под силу каждому. Тина Копачевская, Александр Косицын, Игорь Ванчугов. Программа События. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...